Всем привет! Студия на Невском проспекте снова в прямом эфире. Друзья, мы совсем скоро разыграем свою первую викторину для вас, для наших зрителей. У нас конкурсов призов действительно очень много, ну а сейчас на канале Теледом наступило время встречать гостей. Ну что ж, друзья, я вам с удовольствием представляю своих гостей. Итак, сегодня у нас в гостях директор Санкт-Петербургского международного кинофестиваля Мария Авербах. Мария, здравствуйте, рада вас видеть у нас. Ну и замечательный еще наш гость, это сценарист и писатель, который представит на фестивале направление кино о футболе. Это Дуги Бринсунг. Дуги, здравствуйте. Рада вас видеть. Настю Миттью. Здравствуйте. И представляю вам Антонину Галлетт, замечательный переводчик, который нам сегодня поможет в нашей беседе с Дуги и также дедактор. Друзья, у нас сегодня такая тема нашего эфира сегодняшнего, это взаимопомощь, дружба, взаимоподдержка. Вот я очень надеюсь, что сегодня мы с вашей помощью попробуем нашим зрителям помочь разобраться в огромном потоке фильмов новых, да, и как-то сориентироваться вообще, что стоит смотреть, что не стоит смотреть сегодня наши дни. Я так понимаю, что основная программа фестиваля — это такой все-таки мейнстрим кино, правильно? Да, да, арт-мейнстрим. То, что сможет посмотреть широкий зритель. Но вот все-таки по каким принципам вы отбирали фильмы в этом году на фестиваль? Ну, собственно, по тем же, что и в прошлом году отбирались. Это самые последние, самые новые фильмы, снятые во всех точках земного шара, что в общем редкость сейчас, потому что мы все-таки имеем довольно суженные возможности в прокате видеть фильмы двух-трех стран. И фильмы, которые, ну, они, каждый из них — это как ограненный бриллиант, потому что они получили там самые высокие профессиональные оценки у себя на родине. Я знаю, что вы еще отбирали особенно пристально фильмы, которые получили именно призы зрительских симпатий. Да, конечно, конечно, да, совершенно верно. И те фильмы, которые уже были отмечены на международных кинофестивалях. Давайте назовем основное направление, которое присутствует на фестивале. Во-первых, футбольное кино, раз уже поговорили, заговорили, другим Бринсон здесь присутствует, да, и отдельно поговорим. Вот еще кино и музыка, я знаю, будет в этом году, как в прошлом. Да, совершенно верно. Сейчас я расскажу. Просто всего мы показываем порядка 100 фильмов за 8 дней работы фестиваля. Это и конкурсная, и внеконкурсная программа. В конкурсе у нас 14 фильмов. Каждый день мы показываем по два фильма из Чехии, Сербии, Англии, Америки, Румынии. То есть нельзя сказать, что это исключительно европейские фильмы? Абсолютно нет, этого нет. И кроме этого, у нас еще порядка 15 внеконкурсных программ. Вот программа, о которой мы будем говорить позже, она называется «22 кадра», это фильмы о футболе. Мы привезли их впервые, в России их никогда не показывали вообще. То есть, вероятно, это настолько проблематика волнует широкого зрителя, что удалось на целую программу набрать достаточно количество. И это все новые фильмы? Это все новые, конечно, конечно, фильмы. То есть те же «Хулиганы» и «Зеленые улицы», вот, собственно, чей сценарий написал Дуги Бринсон, уже не присутствует, естественно, так как это уже фильм достаточно пожилой. Кроме этого, мы показываем фильмы Голландии. Мы привезли детское голландское кино, показываем, то есть фильмы для детей вообще редкость на наших киноэкранах. Мы показываем фильмы наших стран, наших соседей северных стран, мы показываем азиатские фильмы, азиатский феномен. Программ действительно много, у нас очень много ретроспективных показов. К юбилею киностудии «Ленфильм» мы показываем большую довольно программу. С программой русского кино есть, нового русского, то есть последний, собранный именно иностранцем, иностранкой, если быть точнее, нашим арт-директором Кирсией Тюкеляниной. Нам было интересно... Кино именно сделано нашими режиссерами? Русское кино, отбор, который осуществлял как раз иностранец, то есть нам интересно... Взгляд со стороны такой. Да, да, именно другой ракурс. Вот так что... Вы так и называете, да, что у вас был азиатский феномен, кино «Северный стран», то есть вы как-то принципиально это разделили по географическому признаку? Нет, нет, это просто так совпало, это как раз стали уже традиционными наши программы вне конкурсной, потому что у них каждый год, например, у тех же северных стран, там такое количество фильмов снимается, очень интересных, что их просто жалко не представить нашим зрителям. Ну, Мария, вот я даже вас хочу процитировать, я это прочитала в одном интервью, сказали, что давно мечтаю о том, чтобы у всех вошло в привычку смотреть хорошее кино весь год. Вот как вы считаете, ваш фестиваль, да, с такой возможностью зрителям? Ну, мы стараемся, чтобы это именно так получилось, это как раз я говорила, мы делали еще отдельную программу кино балканских стран весной, показывали, очень интересно тоже, потому что в каждой стране у них, я просто рассказывала зрителям, что это страна, куда не только можно ездить отдыхать, там колоссальный интерес к культуре, и в том числе там кинематограф развивается семимильными шагами абсолютно, вот, и мы рассказывали, они меня спросили, а почему это не во время фестиваля? Я говорю, потому что фестиваль не вмещает, все, ну, невозможно, и так довольно сложно сейчас разобраться и выбрать себе программу, поэтому мы бы сделали еще программу вне фестиваля, еще, еще, и я говорю, что хочется, чтобы круглый год можно было... Больше фильмов хороших раз, и звезд кого-нибудь ожидаете в этом году? Вы знаете, что у нас... Ну, Тольверстоун, да, к сожалению, не смог приехать. Да, он не смог приехать, у нас такая ситуация, то есть, в общем, мы, даже некоторые обвиняют, что у вас есть курс на непривоз звезд, это не так, это не может быть курсом, это не может быть вообще как-то сформулированной концепцией, но мы стараемся... И Кустурица приезжала в прошлом году? Кустурица была председателем чуреи в прошлом году, да. Мы привозим, то есть, у нас представляют все конкурсные программы, те люди, которые их делали, режиссеры, актеры, они довольно известны, просто нам мало что о них известно, поэтому, так сказать, вот звезд в нашем привычном понимании, те, кого мы помним еще по фильмам, скажем, советского периода иностранного, у нас нет, у нас нет специальных вот таких просто вип-гостей, но у нас есть люди, которые связаны с программами и с фильмами, которые мы показываем. Вот, например, Дуги Бримсон, он наш гость, потому что, собственно, с его легкой руки, с его подачи, мы организовали и сделали эту программу футбольного кино. Идея, да, футбольного кино принадлежит именно Дуги, да? Да, да, да. Я говорю, что это была твоя идея, чтобы сделать этот футбольный вопрос. Фестиваль? Да. Да, это... Футбол, это... Я люблю футбол, и я люблю фильм. Я люблю футбол, и я люблю также смотреть фильмы. И, как я становлюсь больше в мире фильмов, В течение времени я все чаще и все больше принимаю участие в создании фильмов. Самое интересное, это показывать интересные истории на экране. И своей работой я хочу рассказать, что кино о футболе не исчерпывается фильмом «Хулиганы». «Хулиган. Зелёная улица». «Зелёная улица», да. Собственно говоря, сценаристом которого Дуги выступил несколько, два-три года назад, по-моему, да, это было? Три года. Три года назад, Гринстрит футбол был 5-6 лет назад, даже 5-6 лет назад. Но вы были, я знаю, что вы заядлый болельщик. Вы болельщик, в принципе, болельщик, или у вас все-таки есть любимая команда, с которой вы всегда душуете? Он только поддерживает свою местную команду. Но я уверена, что вы себя ведёте на стадионах не так, как герои ваших сценариев. Как вы себя ведёте, когда вы живёте на стадионах, когда вы живёте на матчах? О, я... О, боже мой. Я думаю, что футбол — это где, ребята, мы становимся поссорными, мы становимся эсситированы, и мы, как-то... ...эм... 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 Футбол для мужчин — это как наркотик. Поэтому во время футбольных матчей, ну, мужчины возбуждаются. Это совершенно естественно. Но сейчас я уже здрават... ...это... Футбол — это драма и пасши, как фильмы. Страсть. Это страсть и драма, да. Но вы как-то сказали, я вас теперь процитирую, вы как-то сказали, что хулиганство нужно не контролировать, а искоренять. Вот, как вы считаете, посредством кино с помощью фильмов можно ли это сделать? Самое интересное и самое важное — это то, что фильмы, так же как книги, остаются вечно. И если вы хотите что-то сказать человечеству, то лучше всего это сделать именно в фильме или в виде книги. А вы не боитесь, что хулиганы, такие футбольные хулиганы, которые громят, жгут на своем пути, они выглядят такими героями? Ну, в общем-то, героями для таких... для молодого спаленного ума. А вы не боитесь, что вы сделаете эти хулиганы, которые очень агрессивны и визуны, выглядят как герои, выглядят маскилины? Да, да, нет, нет, я... Уже сегодня утром мне задавали этот вопрос, и я могу ответить на это, что в моих книгах главный герой — основной хулиган, и он всегда убивает. Он наказан, оказывается, в конце концов. Зло побеждено. Добро всегда побеждает зло в моей книге. И в жизни, не только в книгах, в жизни так же случается. Случается, да, именно случается. В последнее время достаточно часто приезжаете в Россию. Это связано с тем, что как-то вообще говорят, что в Англии вот эту субкультуру футбольных болельщиков вы как-то немножечко, ну не то чтобы запретили, но так поприезжали. В России есть в этом смысле где разгуляться. Первое, мы знаем, что вы любите приехать в Россию. Это происходит из-за того, что вы говорили, что происходит в Англии, что футбольные хулиганские культуры в Англии сейчас, если не уничтожены, вы уже все, что везде, вы везде немножко, а с уничтожены? Я не знаю, это важный момент. Я люблю приехать в Россию. И я очень холден, чтобы быть вintendентом. Я приехал в Россию, потому что я люблю Россию. И я очень горд, что я стал частью прекрасного фестиваля. Футбол – это международный универсальный язык, в данном случае мы говорим не только о футбольном хулиганизме, но и вообще о тех болельщиках. Да, именно футбол – это объединяющий фактор для людей разных стран, национальности. В 2018 году в России будет проходить чемпионат мира по футболу? Да, мы уверены, что очень много людей приедет в Россию в этом году. Вы, конечно же, приедете к нам. Вы приедете? Конечно. Конечно. Я даже знаю, что я видела вашу фотографию, вы были на матче Кубка UEFA, там где Зенит одержал победу. Я вас видела в зенитовском шарфике. Вы болели за Зенит. У меня очень много друзей в Санкт-Петербурге. У меня очень много друзей в Санкт-Петербурге. Зенит – это моя вторая команда, любимая. Я была так счастлива, что я именно оказалась в тот день, когда Зенит одержался в одной из самых великих своих побед. Потому что у футболов довольно много общего с кино, потому что там точно такая же существует. Потому что это объединяется. Мы сейчас вернемся все-таки к фильму. Мы сделаем паузу небольшую, буквально минуты полторы-две. И вернемся к нашему разговору. Все-таки еще о фестивале поговорим. Хорошо. Скоро вернемся. Мы возвращаемся в студию на Нинском проспекте. Мы в прямом эфире. Напоминаю, говорим мы сегодня о Международном Санкт-Петербургском кинофестивале. В гостях напоминаю. Меня сегодня Мария Авербах, директор этого фестиваля. Замечательный писатель и сценарист Дуги Бримсон. И Антонина Галь, редактор. И сегодня человек, который нам помогает наладить общение. Такое достаточно плавное. Итак, все-таки вернемся к фестивалю. Давайте расскажем, какие премьеры громкие ожидаются в этом году. Я знаю, потому что Анжи Вайда выступает, причем в конкурсной программе. Нет, это внеконкурсная программа. Он только что был на фестивале в Венеции и в Торонто. Его показали. Мы показываем его фильм. Это спецпоказ. У нас будет фильм Олеги Валенса. Валенса – человек надежды. Да, совершенно верно. Это премьера в России. И мы показываем этот фильм одновременно с премьерой в Польше. И поэтому, если у нас получится такое, как телемост сделать, то будет прекрасно. Ну, посмотрим. Они, конечно, все находятся на Польше. Вы заявляли, что в основном все фильмы, которые вы показываете в рамках фестиваля – это российские, как минимум российские премьеры. Да, да, да. Они все не были в прокате в России вообще. И какая судьба эти фильмы после фестиваля – от кого это зависит? Это зависит от тех людей, которые занимаются, собственно, прокатом, кинопрокатом в России. И это кинотеатральные прокатчики, это дистрибьюторы, так сказать, люди, которые возглавляют кинотеатры. А они уже ориентируются в этом смысле больше на свои какие-то взгляды, на свои представления о том, что может быть интересно или неинтересно? Да, на договора, которые у них подписаны с компанией. Но наверняка уже какие-то исследования проводились, какие-то наблюдения, что сейчас интересует, чем сейчас можно привлечь? Вы знаете что, но этим занимается действительно немножко другое направление, вот не мое, я здесь не профессионал совершенно. Вы не ориентируетесь на… Мы ориентируемся на показы все-таки фильмы. Да, да, мы на это ориентируемся, потому что нам важно делать. Потому что все-таки это бизнес, в котором выучили довольно большие деньги, я имею в виду прокат. Поэтому это, так сказать, не так, немножко другая система. Там вообще нужно изначально построить новую систему проката, и тогда можно будет смотреть. На что еще внимание обратить? Какие еще премьеры ждут? Ну, открылся, во-первых, фестиваль, давайте скажем, 13-го числа. Мы показали фильм «Джобс». Очень много о нем говорили перед выходом. Да, да. Вы знаете, я вам хочу сказать, что, на самом деле, я даже, во-первых, не имею права и не могу выделять какие-то отдельные фильмы нашей программы, но то, что конкурсные фильмы нужно, конечно, смотреть все без исключения. Это очень-то уникальная возможность увидеть фильмы. Я думаю, что мало кто из зрителей, из широкого зрителя, так сказать, видел фильмы румынские, которые сейчас просто являются самыми популярными в мире. И вообще, так сказать, феномен румынского кино уже везде обсуждается. И у нас есть этот фильм, у нас есть фильм о булитках и людях в программе, поэтому… А как вы считаете, верно ли говорить, что все-таки американское, европейское кино, они в последнее время все больше и больше во взглядах расходятся? Ну, не знаю. Нет, так сложно сказать. Потому что и там, и там очень много режиссеров, каждый все-таки делает то, что он делает. И это, в общем, не связано со страной. Вот в Америке так, а в Европе по-другому. Нет, я бы так не сказала. Вот сейчас модно просто говорить о таком неком ренессансе европейской творческой мысли, киномысли, да? То есть, вероятно, поднадоели уже эффект быстрота… Несомненно, несомненно. Вот эта вот динамик уже хочет остановиться и задуматься. В этом смысле какие страны? Драйверами можно было бы назвать? Ну, вообще-то там, я не знаю, центральная Европа. Вы знаете что? Мы в прошлом году показывали с большим успехом, скажем, кино Турции, которое очень интересное, серьезное. Индийский фильм… Но это все равно не авторское, да, кино такое, не высоколупое? Мы арт-хаус, мы вообще не показываем. Да, вы не трогайте. Это просто серьезное кино, но для широкого зрителя. Да, да, именно так. На что можно обратить внимание. Да. И северные страны, они просто вот отжигают, что называется, потому что там невероятно интересные. При том, что проблемы-то, в общем, одни и те же везде, понимаете? И каждый раз интересно посмотреть это вот сквозь призму другой страны, другого языка, других взаимоотношений. В этом году так получилось, я не знаю, это случайность или нет, но значительная часть картин, она посвящена проблемам молодежи. Это вот какое-то такое совпадение? Да, это совпадение, совпадение, потому что мы все-таки отбираем из того, что есть, из того, что снято, скажем, сейчас. И они действительно подбираются. Если вот там в прошлом году я как раз говорила нашему отборщику, Алексею Дунаевскому, что так получается очень много камуфляжа. Оружие, камуфляжа на экране. То есть, ну, вот как бы ощущение агрессии и насилия, оно все равно находит отражение во всех фильмах, которые снимаются. В этом году картина другая складывается, но тоже довольно много, потому что этого вообще везде много, и межэтнические взаимоотношения. И, ну, в общем, я говорю, что темы одни и те же, просто каждый раз фестиваль, и там, я не знаю, подборка фильмов, она показывает, что сейчас творится в мире вообще, в том числе и в кинематографическом. Ну, и, в общем-то, в любом случае, как-то кино, оно помогает социальные проблемы, межэтнические, вообще проблемы общения решать на это направленное большинство сценариев. Ну, а как вы считаете, в этом году каких-то новых имен, там, не знаю, звезд, открытий можно назвать какие-нибудь? Надо посмотреть фильмы, так сказать, результаты, они выйдут, потому что у нас же будут вручены призы, у нас отмечаются лучшие актеры, лучшие актрисы, лучшие режиссеры. Ну, приз по-прежнему вот этот ангел. Ангел, да, да, сашкин, да, 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 да. Ну, это наш логотип, ангел с Петропавловки, и, в общем, мы считаем, что он наш ангел-хранитель. Ну, еще на одном фильме хотелось бы немножко так подробнее остановиться, это, конечно же, около футбола, да, Да, это русский фильм. Фильм, который уже другие представляют. Два слова я скажу, что у нас так действительно совпало, не специально, но дело в том, что у нас от каждой страны только один фильм может участвовать в конкурсе. И когда мы выбирали русскую картину, вот так получилось, что это действительно опять футбольная тематика у нас так закольцевалась. Но при этом фильм, судя по трейлеру, достаточно жесткий как раз, там достаточно эффекты, драки и так далее. Да, ну, там именно, что рассматривается, так сказать, не только с точки зрения футбольного поля, а и всего того, что происходит вокруг. Вот именно около вот этого вот. Да, да, именно, именно, потому что это вопрос актуален не только там для Англии, скажем, но для нашей страны тоже. И, в общем, у нас бывали различные, так сказать, события, и мелодраматические, и трагические даже. Поэтому, да, их немало, и надо, пришло время говорить об этом, вот и все, я думаю, так. Ну, у меня тогда к Дуги вопрос, я так понимаю, что он просто в эту тему глубоко погружен. Отличается, ну, кроме внешнего проявления, это вот драк фанатских, как-то идейно отличается вот эти вот околофутбольные проблемы, допустим, у нас в Англии. А теперь, is there a big difference between those near-futball problems in Russia and in England? Yeah, I mean, there is always a feeling that, and I don't mean this discriminatory way, that Russia is slightly behind what happens in England. Но все время такое ощущение, что Россия чуть-чуть отстает от того, что происходит в Англии. In terms of football? Ну, имеем в виду именно футбольные тенденции. But there are, certainly, from what I know, of what's going on in Russia, there are moves to change fan culture for good. And I was talking to some guys last night about some of the things they're doing, and I've spoken to guys in Moscow about some of the things they're doing. So it's all very positive. Ну, конечно, я понимаю, что изменения, которые происходят в российском окол, в футбольном мире, они позитивны. Вчера мы разговаривали с футбольными фанатами, они рассказывали о своей жизни, и в Москве общался тоже с москвичами, футбольными фанатами. И все говорят, наши разговоры доказали мне то, что российские фанаты, они как раз перестраиваются на позитивный лад. То есть, следующая, я так понимаю, что в Англии фанаты уже все настроены на позитивный лад, да? Уже все подружились, давно ничего не делят. Russia is always a little bit behind Britain, as you said. So we mean that in Britain, футбол фэнсы are all very positive, and really quite positive. Если мы просто, сейчас следующий сразу вопрос, вдогонку, если Дуги говорит, что мы отстаем на шаг от Европы, то какой следующий шаг нам ждать? The question is, since we're behind Britain, what should we expect in the near football culture? I think Russia is kind of, and I don't mean to say, when I say behind, I don't mean like that. I think Russia is, in a way, coming further ahead from us, because the way that football is going in England is quite bad in terms of the difference between football and fans. And in Russia, they seem to be more aware of what fans can contribute to football. На самом деле, когда я сказал, что Россия отстает, это не значит, что она прямо в прямом смысле отстает. Во многом она именно опережает то же самое Великобританию. И здесь мне нравится, что фанаты и футбольные команды находят больше взаимопонимания, нежели в Англии, где случаются конфликты между фанатами и футбольными игроками команды. Я думаю, что для тех, кто заинтересовался взглядами Дуги Бримсона на эти проблемы, там будет немало интересно прочесть его книги. Вот одну из последних книг, последнюю, собственно, книгу «Крылья воробья» Дуги не так давно представила у нас в Петербурге. Там, в общем-то, эти проблемы все освещены в художественной литературе, так скажем. Но если вернемся, все-таки мы опять к фестивалю. Мария, к вам вопрос. Что-то наверняка есть, что бы вам хотелось поменять на будущий год в ходе фестиваля? Какие-то пожелания? Пока рано, конечно, об этом говорить. Кроме присутствия мировых звезд. Нет, ну, конечно, там какие-то организационные моменты очень важны. Мы, в общем, учимся еще только-только-только это все делаем. Второй год, поэтому в этом смысле да. Ну, я думаю, что это такие вопросы скорее технического плана, потому что что касается отбора программы, с этим все в порядке. И при наличии возможностей, конечно, это нужно укреплять и расширять. Ну, и да, и порекомендовать зрителям все-таки обратить пристальное внимание на европейское кино, потому что оно качественно становится лучше и интереснее. Спасибо вам большое, вам желаю удачи. Я напоминаю, у нас сегодня в гостях была Мария Авербах, директор кинофестиваля, Дуги Бримсон, писатель-сценарист. Антонина Галь нам сегодня помогала разобраться и как-то перевести, понять друг друга. У нас викторина на очереди. А вы, кстати говоря, когда-нибудь участвовали в викторине? Нет. Что-нибудь звонили, дозванивались в эфире? Один раз я позвонила, да, но вот не отвечая на вопросы, нет, это немножко другое было, это когда мы говорили о пробках на дорогах, что такое я позвонила. А я один раз позвонила и песню заказала. Вот так вот. Дуги, вы когда-нибудь участвовали в таких радио- и телерозыгрышах? Вы не верите в то, что можно выиграть. Он говорит, я не очень умный. Но, тем не менее, приз все-таки выиграть возможно. У нас вопросы простые. Прямо сейчас у нас на очереди специально для наших зрителей. Итак, друзья, с 26 по 29 сентября в Петербургском СКК пройдет выставка продажи косметики для волос, лица, тела и парфюмерии аксессуаров «Невские берега». Ждут вас шоу-программы, дефиле, мастер-классы стилистов с мировым именем. И попасть туда будет непросто. Но у зрителей канала «Теледом» есть возможность получить билет совершенно бесплатно. Ну, конечно, кто-то, если кто-то из вас, может первым ответить на вопрос нашей викторины. То есть правила простые. Мы слушаем вопрос, набираем номер 8-812-715-77-82 и говорим правильный ответ. Ну и правильный, первый правильно зазвонившийся получает два билета на выставку индустрии красоты «Невские берега». Ну, а теперь прихожу к главному, внимание, вопрос. Итак, всю жизнь он интересовался искусством и смог оставить своим наследникам значительную коллекцию фарфора, картин, книг, миниатюр, мебель, ковров, серебра и икон. И большая часть его коллекции была из России. Но славу и деньги Эрнесту Бо принесли не его коллекции, а создание в 1921 году аромата, который до сих пор считают символом индустрии моды. Итак, внимание, вопрос. Назовите название этих духов. Ну, чтобы вам было проще, я даже назову варианты ответа. Итак, Фаренгейт, Шанель номер 5 или Босс. Напоминаю вам, телефон 8-812-715-77-82. Стоимость звонка по тарифам вашего оператора. Ну и первый, кто даст правильный ответ, получит приз. Победителя мы назовем сегодня 18-55. Поэтому не пропустите. Ну а чтобы вам зарядиться вдохновением, вам быстрее и легче думалось, официально для вас хорошая музыка, музыкальная пауза на нашем канале. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ! 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok